Мюллер сидел в своем кабинете, нервно листая отчеты и папки. Его лицо выражила усталость. Последние несколько дней не приносили ничего, кроме разочарования. «Штирлиц, зайдите!» — позвал он, зарывшись руками в волосы. Дверь плавно открылась, и на пороге, как всегда невозмутимый, появился Штирлиц, его строгий взгляд, и легкая улыбка контрастировали с мрачной атмосферой кабинета. «Да, Мюллер, вы снова на грани кризиса!» — спросил Штирлиц, подойдя ближе. Мюллер тяжело вздохнул и жестом указал на разбросанные по столу бумаги. «Все пропало, Штирлиц!» «Все, все наши операции проваливаются. Нам просто не удается достичь целей, я перепробовал все варианты, это невозможно!» Штирлиц внимательно посмотрел на бумаги, нахмурив брови. «Невозможно!» — с интересом повторил он. «А вы уверены, что проверили все варианты?» «Абсолютно!» — устало ответил Мюллер. «Я изучил каждую деталь, все расписано, проанализировано каждый шаг, но в итоге мы пришли к тупику. Штирлиц сел напротив, вытянув ноги и посмотрев на потолок. «Мюллер, вы когда-нибудь задумывались, что слово «невозможно» существует только у тех, кто не знает, как правильно подойти к задаче? В моем словаре, например, этого слова нет». Мюллер вздрогнул и удивленно посмотрел на Штирлица. «Что?» «Нет, слово «невозможно», именно так», — ответил Штирлиц. «Я привык искать выходы, а не преграды, даже если они не очевидны. «Послушайте, я расскажу вам одну историю».» Мюллер скептически прищурился, но молча кивнул, давая согласие. «Однажды» — начал Штирлиц. «Когда я еще не работал на разведку, мне поручили одну странную задачу. Нужно было доставить секретный документ в город, который находился в полной блокаде. Никто не мог туда добраться, все считали, что это невозможно». Мюллер удивился. «И что вы сделали?» «Я не стал полагаться на стандартные пути. В отличие от других, я посмотрел на это с другой стороны. Все пытались пробраться в город через фронт или обойти охранные посты», — продолжил Штирлиц. «Но я нашел старую линию подземных коммуникаций, которую все давно забыли. Никто не ожидал, что я пройду через канализацию». Мюллер открыл рот, пораженный неожиданным ходом, через канализацию. «Это безумие». «Безумие», — усмехнулся Штирлиц. «Безумие — это полагаться на привычные пути, когда они заведомо закрыты. Логика подсказывала всем, что пройти через фронт невозможно, а воображение подсказало мне альтернативный путь, и он сработал». Мюллер снова посмотрел на бумаги на своем столе, но теперь с другим взглядом он начал лихорадочно перебирать страницы. «Вы хотите сказать, что мы не видим очевидного? Что есть еще путь, который мы не рассмотрели?» Штирлиц кивнул. «Вполне возможно. Вы просто слишком зациклились на привычных методах. Вам стоит задуматься, что еще может помочь, какие ресурсы остались незадействованными». Мюллер помедлил, затем нахмурился. «Допустим, у нас есть один старый запасной аэродром. Мы считали его бесполезным, потому что он слишком удален и заброшен. Бесполезным», — улыбнулся Штирлиц. «Так вот и начинаются настоящие возможности. В вашем словаре «невозможно» — это синоним, необдуманно. Мы можем использовать этот аэродром для переброски ресурсов. Не вызывая подозрений, никто не ожидает активности там, где ее не было годами». Мюллер начал что-то записывать на бумаге, затем поднял взгляд. «Вы действительно считаете, что это сработает?» «Мюллер, в моем словаре нет слова «невозможно». Это просто вопрос правильного подхода», — ответил Штирлиц. «Главное — не позволять себе зацикливаться на том, что кажется очевидным. Мы часто теряем время на привычные решения, когда выход лежит в стороне». Мюллер медленно кивнул. «Хорошо, я готов рискнуть. Этот план точно отличается от всего, что мы пробовали раньше». Штирлиц встал, направляясь к дыре. «Логика хороша, Мюллер. Но иногда воображение способно открыть двери, которые логика закрывает аэродром. Это наша дверь». Когда Штирлиц вышел, Мюллер задумался о том, сколько возможностей он упустил, следуя исключительно разуму, а не интуиции. Возможно, пора изменить свой подход к работе и пересмотреть свой словарь.